Хотели бы вы начать спецоперацию в Швеции или... где еще? В Финляндии, да, Швенц, Финляндии. Ну, это на самом деле смешной вопрос, конечно, не хотел бы. Вы про войну говорите, нет? Честно говоря, мне хватает уже одной спецоперации, которая достаточно сильно повлияла на мою жизнь. Так что я бы не особо хотел еще что-нибудь начинать. Хочу начать спецоперацию в Финляндии по прохождению на концерт джессинга 29 августа. Все, что я хочу, что связано с Финляндии. А Швеция, не знаю, когда у него концерт, но если там тоже будет, то тоже готов, в принципе. Я не буду отвечать на этот вопрос. Я скажу так, что при национальности вообще украинец, поэтому, думаю, ответ на вопрос очевиден. Я еще из Приднестровья. У нас уже первый спецоперация с адресином затронула. У нас было около четырех терактов. Вот. Отношения у меня вообще к любой спецоперации, если это можно так назвать уже спецоперации, то, ну, крайне негативные. Если там потребуют, да. Нет, конечно. А почему? Ну, потому что... Потому что это абсурд. Ну, нет, слово спецоперация вообще сразу сейчас приравнивается к абсурдному, поэтому нет. Нет. Конечно, нет. Почему? Ну, потому что это полное... Ну, это преступление против человечества. Так нельзя делать. Это... Ну, ругаться матом можно? Конечно. Типа, это полный биздец. Ну, ребят, так это... Это прям... С этим... Нельзя это поддерживать. Просто невозможно. Интересный вопрос. Не знаю даже, как ответить на него. Наверное, да. Из-за чего? Не знаю. Что-то новое попробовать. Я вообще не хочу никаких спецопераций нигде, вообще, в целом. Не только в Финляндии, Швеции, в любой стране. Ну, насилие редко, как фричами, когда выбрасывают. Оно их загубляет, усложняет. Ну, я конкретно за себя могу сказать, я не хочу. А что власти решат, это, ну, не мое дело. Ну, а если они поставят там базы НАТО? Да. И что? Это, что ирина государства, что хотят, две делают, в принципе. Ну, в целом, для России есть опасность? То есть, там, в Финляндии ГНАТО? Очень, очень, очень сомневаюсь. Не наплевать. Это же опасно для России, может быть, или нет? Можно, пожалуйста, чтобы базы НАТО установили прямо вот у меня в доме, но при этом мне не отключали горячую воду летом. Можно, пожалуйста, чтобы у меня пенсия была нормальная, но базы НАТО будут стоять вот прямо вот у меня в туалете. Мне плевать. Базы НАТО пускай разбираются с этим, ну, как бы, не знаю. Те, кто имеют какое-то к этому отношение, наверное, те, кто могут повлиять. Война — это отвратительно. Это полный, ну, как бы, я не могу слов найти просто. Я не силен, максимум это. Не могу сказать. Плохо, хорошо. Какие интересы НАТО там, что это вообще такое. Возможно, видим только вершину Айзбурга. Ну, а если бы вы узнали внезапно, что всё-таки так произошло, и там установили базу, вас бы это напугало или вам пофигу было бы? Ну, у нас достаточно хорошее ПВО в любом случае, поэтому нет. Мотористы, которые есть, они, мне кажется, минимальны. Но из-за этого всё равно не стоит специальную операцию начинать. Я считаю, что это много интересных специальных операций. Ну, вот просто Финляндия и Швеция хотят сейчас вступить в НАТО, и многие считают это опасно. Возможно, это так, я некопитентно разговаривать на эти темы. Я просто не разбираюсь в политике, поэтому я против агрессии какой-то и всё. Вот просто, как обычный гражданин, считаете НАТО опасным? Не знаю. Многие считают это опасным просто, то, что Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО, и, соответственно, подлёдное время там может уменьшиться. Маск не пугает? Всё пугает, конечно, но хочется вообще об этом говорить. А что бояться? Что бояться? Сколько движух было в России, сколько Россия прошла всякого движа, и как бы вот каждый раз бояться. Мне кажется, России уже ничего не надо бояться, спокойно жить, и что-то они там делают, пусть все делают, что угодно. Планы, не планы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok